Стихи Дмитрия Веневитинова. Секция первая. Эта запись сделана для проекта LibriVox. Все записи LibriVox являются общественным достоянием. Для справок и помощи проекту, пожалуйста, посетите сетевую страницу LibriVox.org. Знамение перед смертью Цезаря. Отрывок из Вергилиевых Георгик. О, Фиэп, тебя ль дерзнем обманчивым назвать? Не твой ли быстрый взор умеет проникать до глубины сердец, где возникают мщения и злобы бурные, но тайные волнения? По смерти Цезаря ты с Римом скорбь делил, кровавым облаком чело свое покрыл. Ты отвратил от нас разгневанные очи, и мир, преступный мир, страшился вечной ночи. Но все грозило нам. И рев морских валов, и врана в томный клик, и лай ужасных псов. Калькраты зрели мы, как этный горн кремнистый, расплавленный скалы вращал рекой огнистой, и пламя клубами на поле изрыгал. Германец трепетный на небеса взирал, с отрезком облака сражались с облаками, и Альпы двигались под вечными снегами. Священный лес тенал, во мгле густой ночей скитался бледный сон мелькающих теней. Медь потом залилась, чудесный знак печали. На мраморах богов мы слезы примечали. Земля отверзлась, Тибру стремился вспять, и звери к ужасу могли слова вещать. Разлитый эридан кипящими волнами увлек дремучий лес и пастыри стадами. Во внутренности жертв священный взор жрецов читал лишь бедствия и грозный гнев богов. В кровавые струи потоки обращались, волки ревущие среди стогн во мгле скитались. Мы зрели в ясный день и молнию, и гром, и страшную звезду с пылающим хвостом. И так вторицею орлы дрались с орлами. В полях Филипповых, под теми ж знаменами, родные меж собой сражались вновь полки. И в битве падал брат от братниной руки. Двукратый рок велел, чтобы римские дружины питали кровью фракийские долины. Быть может, некогда в обширных сих полях, где наших воинов лежит бездушный прах, спокойный селенин тяжелой бараною ударит в шлем пустой и трепетно рукою поднимет ржавый щит, затупленный булат, и кости под его стопами загремят. К друзьям Пусть искатель гордой славы жертвует покоем ей, Пусть летит он в бой кровавый за толпой богатырей, Но надменными венцами не прельщен певец лесов. Я счастлив и без венцов, с лирой, с верными друзьями. Пусть богатство страсть терзает алчащих рабов своих, Пусть их златом осыпает, пусть они из стран чужих С нагруженными судами волны ярые дробят. Я без золота богат, с лирой, с верными друзьями. Пусть веселье рой шумящий, за собой толпы влечет, Пусть на их алтарь блестящий каждый жертву понесет. Не стремлюсь за их толпами, Я без шумных их страстей весел участью своей, С лирой, с верными друзьями. Веточка В бесценный час уединения, Когда пустынную тропой, С живым восторгом упоенья, Ты бродишь с милой мечтой, В тени дубравы молчаливой, Видал ли ты, как ветры гривой, Младую веточку сорвет? Родной кустарник оставляя, Она вьется, упадая, На зеркало ручейных вод. И новый житель влаги чистой С потоком плыть принуждена. То над струей серебристой Спокойно носится она, То вдруг пред взором исчезает И кроется на дне ручья. Плывет, все новое встречает, Все незнакомые края, Усеян нежными цветами, Здесь улыбающийся брег. А там пустыни, Вечный снег Или горы с грозными скалами. Так далее веточка плывет, И путь неверный свой свершает, Пока она не утопает В пучине беспредельных вод. Вот наша жизнь, Так к верной цели Необоримой волной Поток нас всех отколыбели Влечет до двери гробовой. 1821-22 годы Примечание Стихотворение это есть Довольно близкий перевод из Гресса. Конец первой секции Стихи Дмитрия Веневитенова Секция 2 Эта запись сделана для проекта LibriVox. Все записи LibriVox являются общественным достоянием. Для справок и помощи проекту Пожалуйста, посетите сетевую страницу LibriVox.org Запись сделала Татьяна Гончарик. Два отрывка из неоконченной поэмы. Первый. Шуми, осетр, Твой брег украшен делами славной старины. Ты роешь камнем шистых башен И древней твердые стены Оброши давнюю травою. Но кто над древней рекой Разбросил груды кирпичей? Остатки древних укреплений Развалены минувших дней. Или для грядущих поколений Как памятник стоят они Воинских громких приключений? Так брань пылала в сей стране. Но бранных нет уже. Могила могучих слабыми сравнила. На поле битв глубокий сон. Прошло победа ликования. Умолкнул побежденных стон. Одно лишь темное предание Вещает о делах веков И веет в круг немых гробов. Сгляни, как новое светило Грозя пылающим хвостом Поля Рязански озарило Зловещим пурпурным лучом. Небесный свод от метеора Багровым заревом горит. Толпа средь княжеского двора Растет, теснится и шумит. Молодые старцев окружают И жадно ловят их слова. Несется разная молва. Из них иные предвещают Войну кровавую или гладь. Другие даже говорят, Что скоро к ужасу вселенной Раздастся звук трубы священной И с пламенным мечом в руках Промчится ангел истребления. На лицах суеверный страх. И с хладным стрепетом смятения Влосы поднялись на челах. Второй. Средь терема, покоя темным, Под сводом мрачным и огромным, Где тускло меж столбом мелькал Светильник бледный, одинокий И слабым светом озарял Великий стен и свод высокий С изображениями святых. Князь Федор окружен толпою, Бояр и братьев молодых. Но нет веселья меж них. В борьбе с тревогою немою, Глубокой думой и томясь, На длань склонился Юный князь. И на челе его прекрасном Блуждали мысли, Как весной блуждают тучи В небе ясном. За часом длился час другой. Князья, бояре все молчали, Лишь чаши звонкие стучали, И в них шипел кипящий мед. Но мед, серде славянских радость, Душа, перо и враг забот, Для князя потерял всю сладость, И Федор без отрады пьет. В нем сердце к радости остыло. Ты улетел, восторг счастливый, И вы, прелестные мечты, Весенней жизни красоты, Ах, вы увяли, как среднивы На миг блеснувшие цветы. Зачем? Зачем тоске унылой Младое сердце отдал он? Давно ли он с супругой милой Одну лишь радость в жизни знал? Бывало, братья удалые Сбирались шумной толпой, Меж них младая Евпросксия. Была веселость и душой, И часть вечернего досуга В беседе дружеского круга, Как чистый быстрый миг летел. 1822 год Конец второй секции Стихи Дмитрия Веневитинова Секция 3 Эта запись сделана для проекта LibriVox. Все записи LibriVox являются Общественным достоянием. Для справок и помощи проекту Пожалуйста, посетите сетевую страницу LibriVox.org Песнь Кольмы Из Макверсона Ужасна ночь, А я одна, Здесь на вершине одинокой. Вокруг меня стихи и война, В ущельях горы высокой Я слышу ветра в свист глухой. Здесь по скалам С горы крутой Стремится вниз поток ревучий. Ужасно над моей главой Гремит перун, Несутся тучи. Куда бежать? Где, милый мой? Увы, под бурью ночною Я без убежища одна. Блесни на высоте луна, Восстань, Явися над горою. Быть может, благодатный свет Меня к Сальгару приведет. Он верно ловли и изнуренный, Своими псами окруженный, В дубраве или в степи глухой, Сложившись плеч свой лук могучий, С опущенную тетевой. И, презирая гром и тучи, Ему знакомый буревой Лежит на мураве сырой. Или ждет он на горе пустынной, Доколе не наступит день И не рассеет ночи длинной. Ужасней гром, Ужасней тень, Сильнее ветра в завыванье, Сильнее волн седых плесканье И глаза не слыхать. О, верный друг, Сальгар мой милый, Где ты? Ах, долго ли мне унывой Среди пустыни сей страдать? Вот дуб, Поток обрег дробимый, Где ты клювся до ночи быть. И для тебя, Мой кров родимый, И брат любезный мой забыт. Семейство наше знают мщенье, Они враги между собой. Мы не враги, Сальгар, с тобой. Умолкни ветр хоть на мгновенье, Остановись, поток седой. Быть может, Что любовник мой Услышит голос им любимый. Сальгар, Тебя здесь кольма ждет, Здесь дуб, Поток обрег дробимый, Здесь все, Лишь милого здесь нет. К друзьям на Новый год Друзья, Настал и Новый год. Забудьте старые печали, И скорби дни, И дни забот, И все, чем радость убивали. Но не забудьте ясных дней, Забав, Веселья легкокрылых, Золотых часов для сердца милых, И старых искренних друзей. Живите новым в Новый год, Покиньте старые мечтания, И все, что счастье не дает, А лишь одни родит желание. По-прежнему в год Новый сей Любите мус и песен сладость, Любите шутки, Игры, радость, И старых искренних друзей. Друзья, Встречайте Новый год В кругу родных, Среди свободы. Пусть он для вас, друзья, Течет, Как детство счастливые годы. Но средь петропольских затей Не забывайте звуков лирных, Занятий сладостных и мирных, И старых искренних друзей. Конец третьей секции Четыре отрывка Из неоконченного пролога Смерть Байрона Примечание План этого пролога неизвестен. Отрывки же, За исключением Разве первого из них, Очевидно набросаны в черне. На скорую руку. Байрон К тебе стремился я, Страна очарований. Ты в блеске снилась мне, И ясный образ твой В волшебные часы мечтаний На крыльях радужных Летал передо мной. Ты обещала мне Отдать восторг целебный, Насытить жадный дух Добычей веков И стройный хор твоих певцов, Гремя гармонии волшебной, Мне издали манил С полуденных брегов. Здесь думал я, Поднять таинственный покров С чела таинственной природы, Узнать вблизи сокрытые черты И в океане красоты, Забыть обман любви, Забыть обман свободы. Вождь греков Сын севера, Взгляни на волны, Их вражьи покрыли корабли, Но час пройдет, И наши челны Им смерть навстречу понесли. Они еще сокрыты за скалою, Но скоро вылетят На произвол волов. Сын севера, Готовься к бою. Бэйрон, Я умереть всегда готов. Вождь, Да, смерть сладка, Когда цвет жизни Приносишь дань своей отчизне. Я сам не раз ее встречал, Средь нашей доблестной дружины И зыбкости морской пучины, Надежду, жизнь и все уверял. Я помню славный берег Хио, Он в памяти у врагов. Средь верной пристани ночуя, Спокойные магометане Не думали о шуме браний, Покой леял их беспечность. Но мы, Мы, греки, Не боимся Тревожить сон своих врагов. Летим на десяти ладьях. Взвелися молнии роковые, И вмиг Зажглись Валы морские, Громады кораблей Взлетели, И все затихло В безневод. Что ж, Озарил луч Ясный утро, Лишь опустелый океан, Где изредка Обломок судна К зеленым несся берегам, Или труп холодный И с чалмою Качался тихо Над волною. Хор Валы архипелага Кипят под злой ватагой, Друзья На кораблях Вдали чалмы мелькают, И месяцы сверкают На белых парусах. Плывут рабы султана, Но заповедь Корана Им не залог побед. Пусть их несет отвага, Сыны архипелага Им смерть пошлют во след. Хор Орел Какой перун враждебный Полет твой смелый прекратил, Чей голос Силою волшебной Тебя созвал Во тьму могил. О, Эвр, Вей вестью печальной, Реви уныло Бурный вал. Пусть Альбиона Берег дальний Трепеща Слышит, Что он пал. Стекайтесь Племена Эллады, Сыны свободы И побед. Пусть Вместо Лавров И награды Над гробом Грянет наш Обед Сражаться С пламенной Душою За счастье Греции За месть И в жертву Падшему герою Луну Поблекшую Принесть Конец Четвертой Секции Стихи Дмитрия Веневитинова Секция Пятая Эта Запись Сделана Для проекта LibriVox Все записи LibriVox Является Общественным Достоянием Для справок И помощи Проекту Пожалуйста Посетите Сетевую Страницу LibriVox.org Запись Сделал Виктор Шеремет Бухарест Румыния Сайт victorseremet.com Песнь Грека Под небом Атики богатой Цвела Счастливая Семья Как мой Отец Простой Аратой За плугом Пел Свободу Я Но Турок Злые Ополчения На наши Хлынули Владения Погибла Мать Отец Убит Со мной Спаслась Сестра Младая Я с нею Скрылся Повторяя За все Мой меч Вам Отомстит Не лил я Слез В жестоком Горе Но Грудь Стеснила И Свело Наш 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 Легкий Чон Помчал Нас В море Пылало Бедное Село И Дым Столбом Чернел Над валом Сестра Рыдала Покрывалом Печальный Взор Полузак И вот в руках моих лежит, без жизни, дева молодая. Я обнял тело, повторяя. За все мой меч вам отомстит. Восток румянился зарею. Пристала к берегу ладья. И над шумящей волною сестре могилу вырыл я. Не мрамор с надписью унылой, скрывает тело девы милой. Нет, под скалою труп зарыт. Но на скале сей неизменной я начертал обет священный. За все мой меч вам отомстит. С тех пор меня магометане узнали в стычке боевой. С тех пор, как часто в шуме браний, обет я повторяю свой. Отчизна, гибель, смерть прекрасной. Все, все припомню в час ужасной. И всякий раз, как меч блестит, и падает глава с чалмою, я говорю с улыбкой злою. За все мой меч вам отомстит. Любимый цвет Посвящено Софье Владимировне Веневитиновой. На небе все цветы прекрасны. Все мило светят над землей. Все дышат горней красотой. Люблю я цвет лазури ясный. Он часто томностью пленял. Мои задумчивые вежды И в сердце робкое вливал. Отрадный луч, благой надежды. Люблю, люблю я цвет луны. Когда она в полях эфира С дарами сладостного мира. Плывет, как ангел тишины. Люблю цвет радуги прозрачной. Но из цветов, любимый мой, Есть цвет денницы молодой. В всем цвете, как в одежде брачной, Сияет утром небосклон. Он цвет невинности счастливой. Он чист, как девы взор стыдливый. И ясен, как младенца сон. Когда и страх, и рой веселий, Все было чуждо для тебя В пределах тесной колыбели. Посланник неба возлюбя, Младенца милую беспечность, Тебя лелеял в тишине. Ты почивала, но во сне. Душой разгадывала вечность, Встречала ясную мечту, Улыбкой милою, прелестной, Что сорвало улыбку ту. Что зрела ты, мне неизвестно, Но твой хранитель, гость небесный, Взмахнул таинственным крылом, И тень ночная пробежала. На небосклоне заиграла Деница пурпурным огнем, И луч румяного рассвета Твои ланиты озарил. С тех пор он вдвое стал мне мил, Сей луч румяного рассвета. Храни его, недаром он На девственных щеках возжжен. Не отблеск красоты напрасной, Нет, он печать минуты ясной, Залог он тайный, неземной. На небе все цветы прекрасны, Все дышат горней красотой. Но меж цветов есть цвет святой, То цвет Деницы молодой. Конец пятой секции. В вечерний час уединения, Когда, свободный от трудов, Ты сердцем жаждешь вдохновенья Гармонии сладостной стихов. Читай, мечтай, пусть пред тобою Завеса времени подет, И ясной длинной чередою Промчится ряд минувших лет. Взгляни, уже могучий гений Расторгнул хладный мрак могил. Уже собрав героев тени, Тебя их сонмом окружил. Узнай печать небесной силы На побледневших их челах. Ее не сгладил прах могилы, И тот же пламень в их очах. Но ты во храме, вкруг гробницы, Где милое дитя лежит, Поют печальные девицы, И к небу стройный плач летит. Зачем она, как майский цвет, На миг блеснувший красотою, Оставила так рано свет И радость унесла с собою? Ты слушаешь, и слезы пали На лист спылающих ланит, И чувство тихое печали Невольно сердце шевелит. Блажен, блажен, кто в полдень жизни И на закате ясных лет, Как в недрах радостной отчизны, Еще в фантазии живет. Кому небесное родное, Кто сочетает с сединой Воображение молодое И разум с пламенной душой. В волшебной чаше наслажденья Он дна пустого не найдет И вскликнет в чувствах упоенья, Прекрасному пределов нет. Сонет. К тебе, о чистый дух, Источник вдохновения, На крыльях любви Несется мысль моя. Она затеряна в ее доле заточенья, И все зовет ее в небесные края. Но ты облег себя В завесу тайны вечной, Напрасно силится мой дух К тебе парить. Тебя читаю я Во глубине сердечной, И мне осталось надеяться, любить. Греми надеждою, Греми любовью, Лира, В преддверии вечности Греми его хвалой. И если б рухнул мир, Затмился свет эфира, И хаос задавил природу пустотой, Греми, пусть сетуют Среди развалин мира. Любовь с надеждою И верою святой. Послание к Рожалину. Я молод, друг мой, В цвете лет, Но я изведал жизни моря. И для меня уж тайны нет, Ни в пылкой радости, Ни в горе. Я долго тешился мечтой, Звездам небесным слепо верил, И океан безбрежный мерил, Своей утлою ладьей. С надменной радостью бывало, Глядел я, как мой смелый челн Печатал след свой в бездне волн. Меня пучина не пугала, Чего страшиться, думал я, Бывало ли зеркало так ясно, Как зыб морей, так думал я. И гордо плыл, забыв края, И что ж скрывалось под волною, А камень грянул я ладьёю, И в дребезге моя ладья. Обманут небом и мечтою, Я проклял жребий и мечты, Но издали манил мне ты, Как брег призывный улыбался, Тебя с восторгом я обнял, Поверил снова наслаждением, И с хладной жизнью сочетал Души горячей сновиденья. 1824 год Конец шестой секции Запись сделала Лена Сухая Стихи Дмитрия Веневитинова Секция седьмая Эта запись сделана для проекта LibriVox Все записи LibriVox являются Общественным достоянием Для справок и помощи проекту Пожалуйста, посетите сетевую страницу LibriVox.org К Скорятину При посылке ему Водевиля Примечание Водевиль этот состоял из нескольких Отрывочных сцен И был написан для домашнего спектакля Конец примечания Не плод высоких вдохновений Певец и друг тебе приносит в дар Не переид небесный жар Не пламенный восторг Не гений Моей душою обладал Не стройной песнею Моя звучала лира И я в безумье променял Улыбку мус На смех сатира Но ты простишь мне грех безвинный мой Порхать в кругу земных цветов То к радуге К цветам небесным мчится Не думай, чтоб во мне погас К высоким песням жар Нет, он в душе таится Его пробудет вновь Поэта мощный глаз И смелый ученик Байрона Я устремлюсь на крыльях мечты К волшебной стороне Где лебедь Альбиона Срывал забытые цветы Пусть это сон Меня он утешает И я не буду унывать Пока судьба мне позволяет Восторг с друзьями разделять О, друг, мы разными стезями Пройдем определенный путь Ты избрал поприще, покрытое трудами Я захотел заранее отдохнуть Под мирной сенью оливы Я избрал свой приют Но жребий мой счастливый Не должен славою мелькнуть У скромной тишины на лоне Прокрадится безвестна жизнь моя Как тихая вода пустынного ручья Ты бодрый дух обрек Белоны И доблесть сильных возлюбя Обрек свой меч Кумиру громкой славы Иди, но стана шум Воинские забавы Все будет чуждо для тебя Как сна нежданное видение Как мира нового явления Быть может, на брегу Днепра Когда в тени подвижного шатра Твои товарищи, драгуны удалые Кипя отвагой боевой Сберутся в круг тебя шумящую толпой И громко зашумят бокалы круговые Жалея мыслью о прежней тишине Ты вспомнишь о друзьях Ты вспомнишь обо мне Чуждаясь новых сих веселей О списке вспомнишь ты моем Или взор, нечаянно остановив на нем Промолвишь про себя Мы некогда умели Шалить с пристойностью Проказничать с умом 1825 год Сонет Спокойно дни мои цвели в долине жизни Меня лелеяли веселье с мечтой Мне мир фантазии был ясный край отчизны Он привлекал меня знакомой красотой Но рано пламень чувств, душевные порывы Волшебной силою разрушили меня Я жизни сладостной теряю луч счастливый Лишь вспоминания от прежнего храня О муза, я познал твое очарование Я видел молний блеск, свирепость ярых волн Я слышал треск громов и бури из завывания Но что сравнить с певцом, когда он страсти полн? Прости, питомец твой тобою погибает И погибающий тебя благословляет Конец седьмой секции Запись сделала Лена Сухая Стихи Дмитрия Веневитинова Секция восьмая Эта запись сделана для проекта LibriVox Все записи LibriVox являются общественным достоянием Для справок и помощи проекту Пожалуйста, посетите сетевую страницу LibriVox.org Новгород Посвящено княгине Аи Трубецкой Валяй, емщик, да говори Далеколь Новгород? Недалеко Версты четыре или три Вот видишь, что-то там высоко Как черный лес издалека Ну, вижу, это облака Нет, это новградские кровли Тыль предо мною, древний град Свободы, славы и торговли Как живо сердцу говорят Холмы рассеянных обломков Не смолкли в них твои дела И слава предков перешла В уста правдивые потомков Ну, тройка, духом донесла Потише, где собор Софийской Собор отсюда, барин, близко Вот улица да влево две А там найдешь хоть сам собою И крест на голубой главе Уж будет прямо пред тобою Везде был ово свежий след Века прошли, но их палет Промчался здесь, не разрушая Емщик, где площадь вечевая? Прозвания этого здесь нет Как нет? А площадь недалека За этой улицей широкой Вот площадь, видишь, шесть столбов По сказкам наших стариков На сих столбах висел когда-то Огромный колокол, но он Давно отсюда увезен Где волхов, он перед тобой Течет под эту горой Все так же он волною шумной Играя весело бежит Он о минувшем не грустит Так все здесь близко, как и прежде Теперь ты сам ответствуй мне О Новгород в вековой одежде Ты предо мной, как в седине Бессмертных витязей ровесник Твой прах гласит, как бдящий вестник О непробудной старине Ответствуй, город величавый Где времена цветущей славы Когда твой голос, бич князей Звуча здесь медью в бурном вече К суду или кровавой сече Сзывал послушных сыновей Когда твой меч, гроза соседа Карал Ливонию и Шведа И эта гордая волна Носила дань войны жестокой Скажи, где эти времена? Они далеко, ах далеко 1826 год Поэт Тебе знаком ли, сын богов, Питомец мус и вдохновенья? Узнал ли б межземных сынов Ты речь его, его движенья? Не вспыльчив он И строгий ум Не блещет в шумном разговоре Но ясный луч высоких дум Невольно светит в ясном взоре Пусть вокруг него В чуду утех Бунтует ветренная младость Безумный крик Нескромный смех И необузданная радость Все чуждо, дико для него На все безмолвно он взирает Лишь что-то редко с уст его Улыбку беглую срывает Его богиня простота И тихий гений размышления Ему поставил от рождения Печать молчания на уста Его мечты, его желания Его боязни, ожидания Все тайно в нем Все в нем молчит В душе заботливо хранит Он неразгаданные чувства Когда ж внезапно что-нибудь Взволнует огненную грудь Душа без страха, без искусства Готова вылиться в речах И блещет в пламенных очах И снова тих он И стыдливый К земле он опускает взор Как будто слышал он укор За невозвратные порывы И если встретишь ты его С раздумьем на челе суровом Пройди без шума близ него Не нарушай холодным словом Его священных тихих снов Взгляни слезой благоговенья И молви, это сын богов Питомец мус и вдохновенья 1826 год Конец восьмой секции Запись сделала Лена Сухая Стихи Дмитрия Веневитинова Секция 9 Эта запись сделана для проекта LibriVox Все записи LibriVox являются общественным достоянием Для справок и помощи проекту Пожалуйста, посетите сетевую страницу LibriVox.org Запись сделала Лена Сухая Моя молитва Души невидимый хранитель Услышь моление мое Благослови мою обитель И стражем станю врат ее Да через мой порог смиренный Не пришагнет, как тать ночной Не обольститель ухищренный Не лень с убитую душой Не зависть с глазом ядовитым Не ложный друг с коварством скрытым Всегда надежною броней Пусть будет грудь моя одета Да не сразит меня стрелой Измена мстительного света Не отдавай души моей На жертву суетным желанием Но воспитай спокойно в ней Огонь возвышенных страстей Уста мои сомкни молчанием Все чувства тайны осени Да взор холодный их не встретит И луч тщеславья не просветит На незамеченные дни Но в душу влей покоя сладость Посей надежды семена И отжени от сердца радость Она неверная жена 1826 год Послание к Рожалину Оставь, о друг, мой ропот твой Смири преступные волнения Не ищет в чуже утешенья Душа, богатая собой Не верь, чтоб люди разгоняли Сердец возвышенных печали Скупая дружба их дарит Пустые ласки, а не счастья Гордись, что ими ты забыт Их равнодушное бесстрастие Тебе да будет похвалой Зарей не улыбался камень Так и сердец небесный пламень Толпе бездушной Всегда был тайной непонятной Встречай ее с душой булатной И не страшись от слабых рук Ни сильных ран, ни тяжких мук О, если б мог ты быстрым взором Мой новой жребий пробежать Ты перестал бы искушать Судьбу неправедным укором Когда б ты видел этот мир Где взор и вкус разочарован Где чувство стыни тумакован И где тщеславие кумир Когда б в пустыне многолюдной Ты не нашел души одной Поверь, ты б навсегда, друг мой Забыл свой ропот безрассудный Как часто в пламени речей Носяся мыслью средь друзей Мечте обманчивой послушной Давал я руку простодушно Никто не жал руки моей Здесь лаской жаркого привета Душа, младая, не согрета Не нахожу я здесь в очах Огня, возжженного в них чувством И слово, сжатое искусством Невольно мрет в моих устах О, если бы могли моленья Достигнуть до небес скупых Не новые чаши наслажденья Я б прежних дней просил у них Отдайте мне друзей моих Отдайте пламених объятий Их тихий, но горячий взор Язык безмолвных рукожатий И вдохновенный разговор Отдайте сладостные звуки Они мне счастья по руке Так тихо веяли они Огнем любви в душе невежды И светлой радугой надежды Мои расписывали дни Но нет, не все мне изменило Еще один мне верен друг Один он для души унылый Друзей здесь заменяет круг Его беседы и уроки Ловлю вниманием жадным я Они ясны и глубоки Как будто волны бытия В его фантазии богатой Я полной жизнью ожил И ранний опыт не купил Восторгом раннею утратой Он сам не жертвует страстям Он сам не верит их мечтам Но как создание свидетель Он развернул всей жизни ткань Ему порок и добродетель Равно несут покорно дань Как гордому владыке мира Мой друг, узнал ли ты Шекспира? 1826 год Конец девятой секции Стихи Дмитрия Веневитинова Секция 10 Эта запись сделана для проекта LibriVox Все записи LibriVox являются общественным достоянием Для справок и помощи проекту Посетите, пожалуйста, сетевую страницу LibriVox.org Запись сделала Лена Сухая К моей богине Не думы гордые вздымают Страстей исполненную грудь Не волны невские мешают Душе усталой отдохнуть Когда я вдоль реки широкой Скитаюсь мрачной, одинокой И взор блуждает по бригам Язык невнятное лепечет И тихо плещущим волнам Слова прерывистые мечет Тогда от мыслей далека И гордая надежда славы И тихоструйная река И Невский берег величавый Когда неробкая тоска Бессильным сердцем обладает И тайный ропот мне внушает Тебе понятен ропот сей О божество души моей Холодной жизнью без страсти Ты знаешь мне ль дышать и жить Ты знаешь мне ль боготворить Душой, не созданной для счастья Толпы привычные мечты И дани раболепной службы Носить кумиру суеты Нет-нет, и теплые дни дружбы И дни горячей любви К другому сердце приучили Другой огонь они в крови Другие чувства поселили Что счастье мне? Зачем оно? Не тыль твердила, что судьбою Оно лишь робким здесь дано Что счастье с пламенной душою Нельзя всем мире сочетать Что для него мне не дышать О, будь благословенна мною Оно священно для меня Твое пророчество несчастья И как завет его храня С каким восторгом слагострастия Я жду губительного дня И торжества судьбы коварной И если б ум неблагодарный На небо возроптал в бедах Твое объявление, ангел милый Как дар небес остановила Проклятье на моих устах Мою бы грудь исполнил снова Благоговение святого Целебный взгляд твоих очей И снова бы в душе моей Воскресло силы наслаждения И счастье, гордое презрение И сладостная тишина Вот, вот, что грудь мою вздымает И тайный ропот мне внушает Вот, чем душа моя полна Когда я вдоль невы широкой Скитаюсь мрачной, одинокой Элегия Волшебница, как сладко пела ты Про дивную страну очарования Про жаркую отчизну красоты Как я любил твои воспоминания Как жадно я внимал словам твоим И как мечтал о крайне известном Ты упилась всем воздухом чудесным И речь твоя так страстно дышит им На цвет небес ты долго нагляделась И цвет небес в очах нам принесла Душа твоя так ясно разгорелась И новый огонь в груди моей зажгла Но этот огонь томительный, мятежный Он не горит любовью тихой, нежной Нет, он и жжет, и мучит, и мертвит Волнуется изменчивым желанием То стихнет вдруг, то бурно закипит И сердце вновь пробудется страданием Зачем, зачем так сладко пела ты Зачем и я внимал тебя так жадно Иисус твоих, певица красоты Пил я от мечты и страсти безотрадной Италия Италия, отчизна вдохновенья Придет мой час, когда удастся мне Любить тебя с восторгом наслажденья Как я любил твой образ в светлом сне Без горя я с мечтами распрощаюсь И наяву в кругу твоих чудес Под яхонтом сверкающих небес Молодой душой по воле разыграюсь Там радостно я буду петь зарю И поздравлять царя светил с восходом Там гордо я душою воспарю Под пламенным необозримым сводом Как весело в нем утро золотое И сладостно-серебряная ночь О мир сует, тогда от мыслей прочь В объятиях нек и в творческом покое Я буду жить в минувшем средь певцов Я вызову их тени из гробов Тогда, о таз, твой мирный сон нарушу И твой восторг, полуденный твой жар Прольют из жизни песни сладких дар В холодный ум и в северную душу Конец десятой секции Стихи Дмитрия Веневитинова Секция 11 Эта запись сделана для проекта LibriVox Все записи LibriVox являются общественным достоянием Для справок и помощи проекту Пожалуйста, посетите сетевую страницу LibriVox.org Запись сделала Лена Сухая Три розы В глухую степь земной дороги Эмблемой райской красоты Три розы бросили нам боги Эдема лучшие цветы Одна под небом Кашемира Цветет близ светлого ручья Она любовница зефира И вдохновение соловья Ни день, ни ночь она не вянет И если кто цветок сорвет Лишь только утро луч проглянет Свежая роза расцветет Еще прелестнее другая Она, румяную зарей На раннем небе расцветая Пленяет яркой красотой Свежей от этой розы веет И веселее ее встречать На миг один она олеет Но с каждым днем цветет опять Еще свежей от третьей веет Хотя она не в небесах Ее для жарких уст лелеет Любовь на девственных щеках Но эта роза скоро вянет Она пуглива и нежна И тщетно утро луч проглянет Не расцветет опять она Домовой Что ты, параша, так бледна? Родная, домовой проклятый Меня звал нынче у окна Весь в черном, как медведь лохматый С усами, да какой большой В век не видать тебе такого Перекрестись, ангел мой Тебе ли видит домового? Ты не спала, параша, ночь? Родная, страшно Не отходит Проклятый бес от двери прочь Стучит за движкой Дышит, бродит В сенях мне шепчет Отопри Ну что же ты? Да я ни слова Э, полно, ангел мой, не ври Тебе ли слышать домового? Параша, ты не весела Опять всю ночь ты прострадала Нет ничего Я ночь спала Как ночь спала? Ты тосковала Ходила Отпирала дверь Ты верно испугалась снова Нет-нет, родимая Поверь Я не видала Домового К любителю музыки Молю тебя Не мучь меня Твой шум Твое рукоплескание Язык притворного огня Бессмысленные восклицания Противны Ненавистны мне Поверь Привычке Раб холодный Не так Не так Восторг свободный Горит в сердечной глубине Когда б ты знал Что эти звуки Когда бы тайный их язык Ты чувством пламенным проник Поверь Уста твои и руки Сковались бы Как в час святой Благоговейной Тишиной Тогда б ты не желал Блеснуть Личиной страсти Принужденной Но ты б в углу Уединенной Таил вселюбящую грудь Тебе бы люди были братья Ты б в тайне Слезы проливал И к ним горячие объятья Как друг вселенной Простирал Конец одиннадцатой секции Стихи Дмитрия Веневитинова Секция двенадцатая Эта запись сделана для проекта LibriVox Все записи LibriVox являются общественным достоянием Для справок и помощи проекту Посетите, пожалуйста, сетевую страницу LibriVox.org Запись сделала Лена Сухая К Пушкину Известно мне, доступен гений Для гласа искренних сердец К тебе, возвышенный певец Взываю с жаром песнопений Рассей на миг восторг святой Раздумья творческого духа Из нисходительного слуха Молодую музу удостой Когда пророк свободы смелый Тоской измученный поэт Покинул мир осиротелый Оставя славы жаркий свет И тень всемирные печали Хвалебным громом прозвучали Твои стихи ему во след Ты дань принес увядшей силе И славе на его могиле Другое имя завещал Ты тише, слаще воспевал Уму с похищенного галла Волнуясь песнею твоей В груди восторженной моей Душа рвалась и трепетала Но ты еще не доплатил Каменам долга вдохновенья К хвалам оплаканных могил Прибавь веселые хваленья Их ждет еще один певец Он наш, жилец того же света Давно блестит его венец Но славы громкого привета Звучней от радней глаз поэта Наставник наш, наставник твой Он кроется в стране мечтаний В своей Германии родной Досель хладеющие длани По струнам бегают порой И перерывчатые звуки Как после горестной разлуки Старинной дружбы милый глаз К знакомым думам клонят нас Досель в нем сердце не остыло И веер он с радостью живой В приюте старости унылой Еще услышит голос твой И, может быть, тобой плененный Последним жаром вдохновенный Ответ на лебедь запоет И к небу с песнею прощанья Стремя торжественный полет В восторге дивного мечтанья Тебя, о Пушкин, назовет К изображению Урании в альбом Пять звезд увенчали чело вдохновенной Поэзии дивной звезда Звезда благодатная милой надежды Звезда беззакатной любви Звезда лучезарная искренней дружбы Что пятая будет звезда Да будет она благотворные боги Душевного счастья звездой На новый 1827 год Так снова год, как тень мелькнул Сокрылся в сумрачную вечность И быстрым бегом упрекнул Мою ленивую беспечность О, если бы он меня спросил Где плод горячих обещаний Чем ты меня остановил Я не нашел бы оправданий В мечтах рассеянных моих Мне нечем заглушить упрека Но слушай ты, беглец жестокой Клянусь тебе в прощальный миг Ты не умчался без возврату Я за тобою полечу И наступающему брату Весь тяжкий долг свой доплачу Жертвоприношение О, жизнь, коварная сирена Как сильно ты к себе влечешь Ты из цветов блестящих вьешь Оковы гибельного плена Ты кубок счастья подаешь Ты песни радости поешь Да в кубке счастья лишь измена И в песнях радости все ложь Не мучь напрасным искушеньям Груди истерзанной моей И не лови моих очей Каким-то светлым привиденьем Тебе мои скупые длани Не принесут покорной дани И не тебе я обречен Твоей пленительной изменой Ты можешь в сердце поселить Минутный огонь, раздор мгновенный Ланиты бледностью покрыть Отнять покой, беспечность, радость И осенить печалью младость Но не отымешь ты, поверь Любви, надежды, вдохновений Нет, их спасет мой добрый гений И не мои они теперь Я посвящаю их отныне На век поэзии святой И страшной клятвой и мольбой Кладу на жертвенник богини Конец двенадцатой секции Стихи Дмитрия Веневитинова Секция тринадцатая Эта запись сделана для проекта LibriVox Все записи LibriVox являются общественным достоянием Для справок и помощи проекту Пожалуйста, посетите сетевую страницу LibriVox.org Запись сделала Лена Сухая Крылья жизни На легких крылышках летают ласточки Но легче крылышки у жизни ветреной Не знает в юности Она усталости И радость резвую Берет доверчиво к себе на крылья Летит, любуется прекрасной ношею Но скоро тягостно Ей гостья милая Устали крылышки И радость резвую Она стряхает с них Печаль ей кажется не столь тяжелую И прихотливая Печаль туманную Берет на крылья И вдаль пускается С подругой новую Но крылья легкие Все более-более Под ножей клонятся И вскоре падает С них костья новая И жизнь усталая Одна без бремени Летит свободнее Лишь только в крыльях Едва заметные От ножей брошенных Следы остались И отпечатались На легких перышках Два цвета бледные Немного светлого От резвой радости Немного темного От гостья сумрачной Три участи Три участи в мире завидны Друзья Счастливец, кто века Судьбой управляет В душе неразгаданной Думы тая Он сеет для жатвы Но жатв не сбирает Народов признания Ему не хвала Народов проклятья Ему не упреки Векам завещает он Замысл глубокий По смерти бессмертного Зреют дела Завидни поэта Удел на земли С младенческих лет Он сдружился с природой И сердца камены От хлада спасли И ум непокорный Воспитан свободой И луч вдохновения Зажегся в очах Весь мир облекает он В стройные звуки Стеснится ли сердце Волнением муки Он выплачет горе В горючих стихах Но верьте, о друге Счастливей стукрат Беспечный питомец Забавы и лени Глубокие думы Души не мутят Не знает он слез И огня вдохновений И день для него Как другой пролетел И будущее Снова он встретил Беспечно И сердце увянет Без муки сердечной Урок Что ты не дал мне Этот удел Жизнь Сначала жизнь пленяет нас В ней все тепло В ней все тепло И завязка И завязка Уже длинна Стара Скучна Как пересказанная сказка Устал ему Запись сделала И в скорбьем И в скорбях заточенья И в скорбьем Не снимал Чтобы нас и гроб Не разлучал И просьба будет Небесплодна Он подтвердит Обет мне свой Словами клятвы Роковой Века промчаться И быть может Что кто-нибудь Мой прах встревожит И в нем Тебя отроет Вновь И снова Робкая любовь Тебе прошепчет Суеверно Слова мучительных Страстей И вновь Ты другом Будешь ей Как был и мне Мой перстень Верный Завещание Вот глаз Последнего страдания Внимайте Воля мертвеца Страшна Как голос Прорицанья Внимайте Чтоб всего кольца С руки Холодной Не снимали Пусть с ним Умрут Мои печали И будут С ним Схоронены Друзьям Привет и Утешенье Восторгов Лучшие Мгновенья Мной были Им посвящены Внимай Ты Моя богиня Теперь Души Твоей Святыня Мне Доступней И Ясней Во мне Умолкнул Глаз Страстей Любви Волшебства Позабыто Исчезла Радужная Мгла И то Что Раем Ты Звала Передо Мной Теперь Открыто Приблишься Вот Могилы Дверь И Все Позволено Теперь Я Я Вылил Будет Спутник Неотступный И Если Памятью Преступной Ты Изменишь Беда С тех Пор Я Тайно Облекусь В укор К душе Прилипну Вероломной В ней Пищу Мщения Найду И Будет Сердцу Грустно Томно А я Как Червь Не Отпаду Конец Четырнадцатой Секции Стихи Дмитрия Веневитинова Секция Пятнадцатая Эта запись сделана для проекта LibriVox Все записи LibriVox являются общественным достоянием Для справок и помощи проекту Пожалуйста посетите сетевую страницу LibriVox.org Запись сделала Лена Сухая Утешение Блажен Кому Судьба Вложила В уста Высокий Дар Лечей Кому Она Сердца Людей Волшебной Силой Покорила Как Прометей Похитил Он Творящий Луч Небесный Пламень И Вкруг Себя Как Пигмальон Одушевляет Хладный Камень Немногие Сей дивный Дар В удел Счастливый Получают И Редко Редко Сердца Жар Уста Послушно Выражают Но Если В душу Вложена Хоть Искра Страсти Благородной Поверь Недаром В ней Она Не Теплится Она Бесплодно Не С тем Судьба Ее Зажгла Чтоб Смерть Ихладная Зола Ее Навеки Потушила Нет Что В душевной Глубине Того Не Унесет Могила Оно Останется По Мне Души Пророчества Правдивы Я знал сердечные порывы Я был их жертвой Я страдал И на страдания не роптал Мне было в жизни утешение Мне тайный голос обещал Что не напрасное мучение До срока растерзала грудь Он говорил Когда-нибудь Созреет плод Сей муки Тайной И слово Сильное Случайно Из груди Вырвется Твоей Уронишь Ты его Не даром Оно Чужую Грудь Зажжет В нее Как искра Упадет А в ней Пробудется Пожаром 35 Я чувствую Во мне горит Святое Пламя Вдохновения Но к темной цели Дух парит Кто мне укажет Путь спасения Я вижу Жизнь передо мной Кипит Как океан Безбрежный Найду ли я Утес надежный Где твердо Я обопрусь Ногой Или вечного Сомнения полный Я буду горестно Глядеть На переменчивые Волны Не зная Что любить Что петь Открой глаза На всю природу Мне тайный голос Отвечал Но дай им Выбор И свободу Твой час Еще не наступал Теперь гонись За жизнью дивной И каждый миг В ней воскрешай На каждый звук Я призывной Отзывной Песнью Отвечай Когда ж Минуты удивления Как сон Туманный Пролетят И тайны Вечного творения Ясней Прочтет Спокойный Взгляд Смирится Гордое Желание Обнять Весь мир В единый Миг И звуки Тихих струн Твоих Сольются В стройные Создания Не лжи В сей Голос Прорицания И струны Верные Мои С тех пор Душей не Изменяли Поют Поют То радость То печали То пыл Страстей То жар Любви И беглым Мыслям Простодушно Вверяюсь В пламени Стихов Так Соловей В тени Дубров Восторгу Крапкому Послушной Когда На доле Ляжет тень Уныло Вечер Выспевает А утром Весело Встречает В румяном Небе Ясный День Конец Пятнадцатой Секции Стихи Дмитрия Веневитинова Секция Шестнадцатая Эта запись Сделана Для проекта LibriVox Все записи LibriVox Являются Общественным Достоянием Для справок И помощи Проекту Пожалуйста Посетите Сетевую Страницу LibriVox.org Запись Сделала Татьяна Гончарик Поэт И Друг Ты в жизни Только Расцветаешь И ясен Мир Перед тобой Зачем Ты в душе Младой Мечту Коварную Питаешь Кто Близок Двери Гробовой Того Уста Не Пламенеет Не так Душа Его Пылка В приветах Взоры Не Светлеет И так Ли Жмет Его Рука Поэт Мой Друг Слова Твои Напрасны Не лгут Мне чувства Их язык Я понимать Давно Привык И их Пророчества Мне ясны Душа Сказала Мне Давно Ты в мире Молнией Промчишься Тебе Все Чувствовать Давно Но Жизнью Ты Не Насладишься Друг Не так Природит Строг Завет Не Не презирай Ее Дарами Она На радость Юных Лет Дает Надежды Нам С мечтами Ты Гордо Слышал Их Привет Она Желание Святое Сама Зажгла В твоей Крови И В грудь Для Пламенной Любви Вложила Сердце Молодое Поэт Природа Не для Всех Очей Покров Свой Тайны Подымает Мы Все Равно Читаем В ней Но Кто Читая Понимает Лишь Тот Кто С юношеских Дней Был Пламенным Жрецом Искусства Кто Жизни Не Щадил Для Чувства Вине Смучением И Купил Над Суетой Вознесся Духом И Сердце Трепет Жабным Слухом Как Вещий Голос Изловил Тому Кто Жребий Довершил Потери Жизни Не Утрата Без Страха Мир Покинет Он Судьба В дарах Своих Богато И Ни Один У Ней Закон Тому Процвесь С развитой Силой И Смертью Жизни След Стереть Другому Рано Умереть Но Жить За Сумрачной Могилой Друг Мой Друг Зачем Обман Питать Нет Дважды Жизнь Нас Не Лелеет Я То Люблю Что Сердце Греет Что Я Своим Могу Назвать Что Наслаждение В полной Чашин Нам Предлагает Каждый День А Что За Гробом То Не Наше Пусть Величает Нашу Тень Наш Голый Остов Отрывает По Воле Ветреной Мечты Дают Ему Лице Черты И Призрак Славой Называет Поэт Нет Друг Мой Славы Не Брони Душа Сроднилась С Мечтою Она Надеждою Благою Печали Озаряла Дни Мне Несладко Верить Что Со Мною Не Все Не Все Погибнет Друг И Что Уста Мои Вещали Веселье Мимолетный Звук Напев Задумчивой Печали Еще Напомнить Обо Мне И Сильный Стих Не Раз Тревожит Ум Пылки Юноши Во Сне И Старец Со Злезой Быть Может Труды Нелживые Прочтет Он В Них Души Печат Найдет И Молвит Слово Сострадание Как Я Люблю Его Создание Он Дышит Жаром Красоты В нем Ум И Сердце Согласились И Мысли Полные Носились На Легких Крыльях Мечты Как Знал Он Жизнь Как Мало Жил Сбылись Пророчества Поэта И Друг В Слезах С Началом Лета Его Могилу Посетил Как Знал Он Жизнь Как Мало Жил Последние Стихи Люби Питомца Вдохновенья И Гордый Ум Перед Ним Склоняй Но В чистой Жажде Наслаждения Не Каждой Арфе Слух Веряй Немного Истинных Пророков С печатью Тайны На челе С дарами Выспаренных Уроков С глаголом Неба На земле Конец 16 Секции Конец Книги Стихов Дмитрия Веневитинова Сεί Книги Дмитрия